Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранко, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как можно запустить вашу операционную систему в безопасном режиме. Для чего необходим безопасный режим? Давайте скажу, наверное, вкратце. Во-первых, это возможно, вы установили какое-то несовместимое драйвера, которое не дает возможности нормально запускать операционную систему, появляющиеся постоянные блузскрины, какие-то либо вирусы. Как правило, все это чаще всего устраняется через безопасный режим, когда наш с вами антивирус имеет больше возможностей в плане того, что запускается очень мало драйверов, включая какие-то либо приложения, как правило, также не имеют возможности запуститься автоматически. В связи с этим есть прекрасная возможность вносить некоторые правки и изменения в операционную систему. Однако все, что вы будете проделывать, это на свой страх и риск, я никакой ответственности не несу. Сегодня также у нас с вами будет рассмотрено примерно 4 способа возможности попасть в безопасный режим. И, скорее всего, ничего нового я для вас сегодня не расскажу, поэтому, ребят, не ожидайте отменять чего-то сверхъестественного. Давайте начнем с самого первого. Способы номер один, который работает на операционных системах 7, 8, 10, 11 винде и даже, по-моему, на Windows XP. Нас с вами для этого потребуется открыть команду под названием «Выполнить». Выполнить можно открыть посредством поиска картаны в Windows 10 или 11, либо посредством меню пуска найти его там в поиске. По-моему, если это 7 винда или XP, это, по-моему, раздел «Стандартный», насколько я помню, там, в принципе, с этим вы не ошибетесь. Либо нажимаете «Сочетание на клавиатуре Windows плюс английская клавиша R» и открывается вот такая вкладка под названием «Выполнить». В ней мы с вами вводим «msconfig». Вот так. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Да, решите на приложение вносить изменения на нашем устройстве», если подключено контроль учетных записей пользователей. Затем переходим во вкладку «Загрузка». Здесь у нас с вами есть вкладка под названием «Безопасный режим». Обращаю ваше внимание на то, что у нас с вами есть на выбор несколько безопасных режимов. Самый частый – это минимальная. То есть, это самая минимальная загрузка каких-то либо драйверов для того, чтобы просто можно было войти в систему. В данном случае также у вас понизится очень сильно разрешение, пугаться этого не стоит. Рабочий стол у вас будет полностью черным, а по краям, сверху, влево-вправо и по низам, влево-вправо будет написано «Потом безопасный режим». Бояться этого не стоит. Так оно и должно быть. Здесь выбираете либо вариант «Минимальный», либо иногда я выбирал «Сеть». В том случае, если вам может потребоваться интернет для загрузки, может быть, каких-то файлов, приложений, драйверов и всего прочего. Если выберете «Сеть», то тогда вы сможете через браузер попадать в интернет из «Безопасного режима». Либо вариант «Выбираете» чаще всего выбирает «Минимальный». Другая оболочка восстановления Active Directory я не использовал. Выбрали необходимый для себя вариант, нажали «Применить», «Перезагрузить». Когда вы доделаете все полностью необходимые для себя какие-то манипуляции системой, программами, драйверами и так далее, у нас с вами есть несколько вариантов. Попробовать также при сочетании клавиш Windows Plus R открыть эту вкладку «Выполнить», ввести MS Config, открыть такой же раздел «Загрузка» и просто снять галочку «Безопасный режим», нажать «Применить», «Перезапустить компьютер» и все. Наш с вами компьютер выйдет без «Безопасного режима». Возможно такое, что даже после первого перезапуска не потребуется заходить в вкладку «Конфигурация системы», и скорее всего после первой перезагрузки из «Безопасного режима» у вас уже запустится система в стандартном формате. Значит, это самый первый способ, который самым известным является. Следующий вариант – это с зажатой клавишей Shift нажать на «Пуск», затем «Перезагрузка». То есть мы зажимаем клавишу Shift, не отпускаем ее, нажимаем «Перезагрузка», «Перезагружаем компьютер». У нас с вами компьютер должен будет запуститься в «Безопасном режиме», либо вариант откроется вот такие у вас вкладки после того, как вы запустите вашу систему. Это выбор действия, вы нажимаете либо «Продолжить», либо «Поиск устранения неисправности» мы выбираем, затем «Дополнительные параметры», затем «Параметры загрузки», и после этого у нас с вами, возможно, либо будет на выбор – это нажать кнопочку «Перезагрузить», либо у вас откроется вот такое вот окошко. Это Windows 10 или Windows 11, если у вас. То есть вы нажимаете с клавиши F1-F9, в данном случае, если под цифрой 4 находится «Включить безопасный режим», вы нажимаете F4, и у вас запускается система в безопасном режиме. Другой вариант у нас с вами есть – это запустить, например, вот с поддержкой сетевых драйверов F5, либо F6, включить безопасный режим с поддержкой командной строки, если она необходима. Это два самых популярных способа. Теперь третий менее популярный способ только для владельцев операционных систем Windows 10 и Windows 11. Мы с вами открываем вкладку «Пуск», «Параметры». В «Параметрах» мы с вами либо находим раздел под названием «Восстановление», либо просто открываем, вводим его через поиск. Нам нужно попасть вот в такое окно, где у нас есть на выбор возможности вернуть компьютер в исходное состояние, либо расширенные параметры запуска. Нажимая кнопку «Перезагрузить сейчас», у вас потом запускается наш компьютер, и мы вновь очередной раз попадаем вот в такую вкладку. То есть это поиск устранения неисправностей, дополнительные параметры, параметры запуска, ну и вы нажимаете кнопочку «Перезапустить», и потом в очередной раз также попадаете вот в такое вот окно, которое у нас с вами появится на выбор. Это включить безопасный режим, ну либо же с сетевыми драйверами, либо с поддержкой командной строки, если это необходимо. Значит, в целом вроде как разобрались. Теперь у нас с вами есть еще один другой вариант. Это самый категоричный. Вы полностью выключаете свой компьютер. Я сейчас не буду на живом примере все это показывать. Не хочу лишь раз свой компьютер просто пытать и мучить. Вы нажимаете клавишу, собственно, кнопку включения на своем корпусе. Потом, как только компьютер проходит BIOS, когда появляется загрузочный экран нашей операционной системы, я имею в виду это, появляется значок запуска операционной системы, например, колесики, да, как Windows 10.1 скрутится, вы зажимаете кнопку выключения компьютера на 10 секунд, выключаете компьютер, не давая возможности компьютеру запустить операционную систему. Опять еще раз включаете компьютер, по такому же принципу опять удерживаете 10 секунд примерно, кнопку выключения компьютера. Потом опять еще раз вы включаете, еще раз 10 секунд удерживаете кнопку выключения компьютера. И потом еще раз нажимаете включить. На четвертый раз уже, в принципе, нет нужды удерживать кнопку 10 секунд выключения. И попадаете, либо, если Windows 7 или XP у вас вот в такую вкладку, выбирая безопасный режим, например, и нажимая клавишу Enter для запуска безопасного режима, либо другой вариант, это у нас, собственно, по старому схеме, да, то есть это, опять же, поиск устранения неисправности, по дополнительным параметрам, параметрам загрузки, затем перезагрузить, и вот такое вот у нас появляется окно. В целом, вроде как, все, что смог, ребята, объяснить, я вам надеюсь, что объяснил. Если ситуация слишком критичная, попробуйте использовать Windows Live. Но об этом я сегодня показывать, рассказывать не буду. Через Windows Live тоже много можно чего через систему подправить. Если вдруг у вас какие-то установлены были несовместимые драйвера с устройствами, там выяснять уже нужно будет отдельно по названиям этих драйверов, проверять, что это за драйвера, и там уже отдельно через определенные какие-то вот доп. приложения через Windows Live все это исправлять и решать. Но об этом точно не сегодня будем рассказывать. Так что как-то так, ребятушки, на этом пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а я скажу друзьям. Надеюсь, что я смог вам помочь. Ну и самый категоричный способ решения проблемы, если у вас прям край и ничего не помогает, то, наверное, только менять Windows, если что-то с ней не так. Вот и все. Так что скоро увидимся, до новых встреч, спасибо за внимание, с вами вашей ранг, не переключайтесь, и пока-пока, будет очень много классного, крутого контента. Всем пока-два. Спасибо за внимание.